На этой фотографии молодые супруги Абхаз Анатолий Вардания и австрийка Вероника фон Белинский. Он видный государственный политический деятель Абхазской республики, соратник главы правительства Нестора Лакоба. Она талантливая переводчица. Судьба сулила им спокойную и счастливую жизнь, но случился 1937 год. Анатолия Вардания репрессируют и вскоре расстреливают. Веронику отправляют в долгую ссылку, а их дочь Ирина, которой было всего 9 месяцев, остается без родителей. Мой отец Анатолий Вардания, он учился в промоакадемии имени Сталина. И когда он уже был на последнем курсе, его Нестор Лакоба отозвал его, и он поставил строить дорогу на Рицу. Ему было 27 лет, когда он построил дорогу на Рицу. Оттуда он докладывал уже Нестор Лакоба, что построена дорога на Рицу с сияющими технологиями. Эта дорога до сих пор функционирует. Мало кто знает, кто это строил. 27-летний Анатолий Варданий, который в последствии был репрессирован. Затем был он председателем горсовета. Все вот эти строительства, городские дома, старый дом правительства, институт имени Горького, ВИЭМ, гостиница в Абхазии. Все это под руководством их было построено. Но они не успели гостиниться в Абхазии, пока он был репрессирован и в свои неполных 32 года расстрелян. Известно, что только в маленькой многонациональной Абхазии в 1937-38 годах были репрессированы 2186 человек. Были убиты не только крестьяне, но и молодые представители абхазской интеллигенции, отмечает Ирина Вардания. Убивали всех, и стариков, и даже детей. Уничтожили только что народившуюся абхазскую интеллигенцию, молодую. Это были молодые, красивые, физически красивые, образованные люди. Они все получили образование в Москве. Они приехали строить Абхазию и были все под корой уничтожены. Мы должны передавать своим молодому поколению. Об этом должны говорить в школах, в университете. Дети должны знать, что жили на земле молодые, красивые, умные, образованные абхазы, которые строили красивую Абхазию, которые верили и были уничтожены в своих неполных 30-35 лет. А мы, те, кто несет какие-то курпицы того времени, мы должны помогать, мы должны объяснять молодым, чтобы они не забыли, чтобы они знали. Вот к памятнику всегда приходят люди, из деревень приходят, молодые, я смотрю, приходят. Это очень хорошо. Жестокий сталинский режим коснулся семьи Марины Лулова. Ее родной дядя Петр Лулова в 23 года был репрессирован и позже убит. Его хорошо знали в столице, он был лидером сухумской молодежи, рассказывает племянница репрессированного. Он был студентом Всесоюзного субтропического института. У него осталась дочь в возрасте семи месяцев. Его расстреляли. Она продолжает дело отца. То есть обучилась в субтропическом институте. Дело в том, что он на пятом курсе, когда учился, он был лидером сухумской молодежи. И институт поручил ему дипломную работу, тему, значит, озеленения парка, центрального парка, бывшего, тогда был парк Сталина. И он возглавлял эту работу. Он был очень грамотный, коммуникабельный, образованный, интеллигентный. Ну, естественно, прогрессивные взгляды были. Работал под руководством партийных деятелей Ефрема Эшба. Старшая его сестра узнала, что его забрали в НКВД. И там уже такие деятели сухумские, которые имели возможность проникнуть к этим структурам, они находили какие-то пути, чтобы их освободить. Но это не получалось у них никак. Ну, а потом выяснилось, уже в 1957 году поиски продолжались. И в 1957 году получили ответ, что он реабилитирован. Почтить память жертв сталинских репрессий ежегодно к памятнику на столичной набережной приходят родственники репрессированных, общественность, первые лица государства. Анастасия Николаевна, Саида Гухава, Абазатова. Продолжение следует... Продолжение следует...